Точные удары с применением новейшего оружия. Российские военные в Сирии наращивают атаки по позициям террористов ИГИЛ, группировки запрещенной во многих странах, в том числе и в нашей. Произведен пуск крылатых ракет «Калибр» с подводной лодки, находящейся в Средиземном море. Субмарина в операции задействована впервые. О деталях Владимира Путина доложил министр обороны. Сергей Шойгу также показал президенту черный ящик самолета Су-24, который был сбит турками в конце ноября. Самописец еще не вскрывали. И сделать это собираются в присутствии международных экспертов. Обо всем подробнее в репортаже Ивана Прозорова. Почти без повреждений. Черный ящик хорошо сохранился после крушения сбитого Су-24. Бортовой самописец, доложил Владимиру Путину Сергею Шойгу, помогли найти сирийские военные. Они под прикрытием российской авиации освободили район падения самолета, откуда террористы расстреляли пилота нашего бомбардировщика Олега Пешкова. Боевики так стремительно покидали место, что не успели ничего забрать со сбитого Су-24. Надо, безусловно, поблагодарить и наших районных, и с числа сотрудников спецназа, и с группы поиска и спасения экипажа, и сирийских военнослужащих за то, что они смогли достать этот самописец, который, безусловно, поможет нам разобраться в том, что произошло. Разобраться, что произошло на самом деле, а не слушать турецкие мифы, что российский Су-24 якобы грубо нарушил пространство Турции, что летчиков будто бы 10 раз предупреждали перед тем, как открыть огонь, что Анкара вроде бы вообще не знала, чей это самолет. Такие версии сразу опровергли в российском Минобороны военные с картой полетов и данными объективного контроля демонстрировали. Наш бомбардировщик не выходил из воздушного пространства Сирии. Летчики не получали предупреждения турецких ВВС, а те атаковали самолет, не представлявший для Турции никакой угрозы. Официальная Анкара извинения так и не принесла. Для объективности расследования Владимир Путин поручил приступить к расшифровке брутового самописца Су-24 только совместно с международными экспертами. Его вскрывали? Нет. Я вас спрашиваю, а не вскрывать пока, и вскрыть его только совместно с иностранными специалистами, всё тщательно зафиксировать. Насколько я понимаю, параметрический самописец даст нам возможность точно понять всю траекторию движения Су-24. С момента его взлёта и до момента падения. Скорость, высота, все повороты по ходу движения. То есть мы сможем понять действительно, где он находился и где по нему был нанесён этот предательский удар со стороны турецких ВВС, о котором мы много раз уже говорили. И сразу же хочу оговориться. Конечно, нам нужно это знать. Но чего бы мы не узнали, отношение наше к содеянному турецкими властями не изменится. Мы относились, ещё раз говорю, к Турции не только как к дружественной стране, но и как к союзнику по борьбе с террором. И никто не ожидал вот этого подглого предательского удара в спину. Теперь российская авиация прикрывает спину. Истребители Су-30СМ сопровождают каждый вылет. Они не прекращаются ни днём, ни ночью. С авиабазы Хмимим круглосуточно на задание уходят бомбардировщики и штурмовики. Тут также должен сказать, что ваше поручение выполнено. Все полёты осуществляются в сопровождении истребительной авиации самолётов Су-30. Все без исключения. Что касается и стратегической авиации на больших высотах, и то же самое всё, что касается самолётов, штурмовиков и бомбардировщиков с базы Хмимима. Теперь в Сирии проходит новый этап военной операции, доложил министр обороны. Массированный удар по позициям запрещенной в России группировки ИГИЛ. За минувшие три дня только дальние сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22 успешно поразили 32 цели. А всего уничтожено больше 600 объектов боевиков. Авиации помогла ударная группа с моря. Россия впервые с подводной лодки нанесла удар по позициям террористов. Зубмарина Ростов-на-Дону выпустила крылатые ракеты «Калибр». Те самые, что первое боевое применение получили два месяца назад. Запуск с кораблей Каспийской военной флотилии. И вот сейчас залпы из Средиземного моря, как сообщили в Минобороны, били по крупным пунктам боевиков провинции Ракка на севере Сирии. В соответствии с вашим поручением, с 5 декабря увеличили интенсивность ударов и подготовили и начали массированный ракетный удар с применением стратегических бомбардировщиков Ту-22 с территорией Российской Федерации. И впервые применили крылатые ракеты «Калибр» с подводной лодки Ростов-на-Дону, с акваторией Средиземного моря. «Все цели также до этого тщательно разведывались, всеми видами разведки, поэтому мы с полной уверенностью можем сказать, что нанесен довольно существенный урон по складам с боеприпасами, по заводам изготовления разного рода мин и, естественно, по нефтяной инфраструктуре, как переработка, транспортировка, отгрузка». К берегам Сирии подошла новейшая дизель-электрическая подлодка последнего поколения, которая меньше года назад передана ВМФ России. На борту Ростова-на-Дону комплекс ударного ракетного вооружения «Калибр», обновленное радиоэлектронное оборудование. Она способна погружаться на 300 метров и наносить удары, оставаясь незамеченной для противника. К выполнению особых задач моряки готовились. Как доложил Владимиру Путину Сергей Шойгу, экипаж подлодки уже проводил ракетные стрельбы в Баренцевом море, но из подводного положения стреляли впервые. «Лодка проводила пуски из подводного положения, потому что в мае дали поручение проверить наше новое оружие во всех его средах применения, с воздуха, с воды. Мы с моря пускали ракеты из Каспийской флотилии. Сейчас мы опробовали и показали по реальным целям реальные пуски со Средиземного моря. Мы предупредили наших коллег в Израиле и в Соединенных Штатах о том, что мы будем сегодня осуществлять такие пуски. Очередной раз крылатая ракета «Калибр» показала свою эффективность на дальние расстояния. Мы фиксировали как сам пуск ракет, так и полет. И, безусловно, отфиксировали и попадание по цели». Верховный главнокомандующий оценил ход операции и новейшие вооружения, с которыми работают российские военные в Сирии. Проверку боем прошли не только системы «Калибр», также стратегические крылатые ракеты Х-101. В середине ноября они впервые были запущены с борта ракетоносцев Ту-160. «Надо, конечно, проанализировать все, что происходит на поле боя, как работает оружие. И «Калибр» и ракета Х-101 в целом зарекомендовали себе очень хорошо. Это новое, современное и высокоэффективное, теперь мы это понимаем, высокоточное оружие. Причем может оснащаться как обычной боеголовкой, так и специальной боеголовкой, то есть ядерным исполнением. Естественно, в борьбе с террористами ничего не нужно. Надеюсь, никогда и не потребуется. Но в целом это говорит о значительном движении вперед с точки зрения совершенствования вооружений, техники, которые поступают в российскую армию и на флот». Новейшие вооружения призваны сыграть роль в ликвидации не только военных объектов террористов, но и источников финансирования ИГИЛ, путей нелегальной поставки нефти и контрабанды ценностей с территории Сирии. Что же касается расшифровки бортового самописца, сбитого Су-24, в ближайшее время должна появиться реакция из-за рубежа. Кто из антиигиловской коалиции, возглавляемой США, желает принять участие в установлении истины?